Всем привет! В эфире Доброе телевидение и я, его ведущий, Олим Петренко. Ура, товарищи! Ура! Мир, труд, май! Мой самый любимый праздник! А вы ходили на Первомайскую демонстрацию? Сегодня первый день мая. По традиции коллектив и воспитанники Всероссийского детского центра «Смена» отмечают праздник весны и труда участием в Первомайской демонстрации. Настроение очень хорошее, буря эмоций. Очень рада, что вы здесь. Первое мая для меня прежде всего – это весна. Трудовые резервы объединяются в красивые красочные колонны и следуют навстречу светлому будущему. Сотрудники анапских образовательных учреждений и здравниц – дети и родители, бабушки и дедушки. В этот день город наполнен веселой музыкой и улыбками. Это истории и традиции, которые надо чтить. То есть наши родители ходили на Первое мая. Мы ходим на Первое мая на парад. И своих детей уже приучаем ходить на Первое мая. Раз, два, три. С праздником! Я хочу пожелать всем, чтобы там не скучали, хорошего настроения и привет всем. Мир, труд, май. Этот праздник особенно важен для центра. Рабочая смена, а именно так назывался трудовой лагерь 30 лет назад, за годы существования воспитало множество специалистов. Многочисленный коллектив уже современного детского центра смены продолжает профориентационную работу с детьми и молодежью. Первомайское шествие – возможность для всех сотрудников сплотиться и пообщаться в дружеской обстановке. Коллективу смены – ура! Смена – это город добра. Здесь столько хороших и добрых людей. Я бы остался здесь жить. Вожатыми Всероссийского детского центра смены каждый год становятся молодые люди из всех уголков нашей страны. Студенты из Краснодарского края – не исключение. Смену посетили участники проекта «Кубанская школа вожатых». Презентационный ролик познакомил гостей с деятельностью инфраструктуры центра. Будущих вожатых поприветствовала заместитель директора ВДЦ смены Людмила Секретева. Каждый раз смотрю этот ролик и думаю, боже, в каком прекрасном месте мы все работаем. И всех ждем для того, чтобы наша команда росла, поэтому добро пожаловать в команду. Проект «Кубанская школа вожатых» реализовывался в течение двух месяцев на территории четырех тренинговых центров в разных муниципалитетах Краснодарского края. Более ста участников проекта всего через месяц начнут работу в детских центрах и санаториях по всему Членоморскому побережью. Если говорить откровенно, то Всероссийский детский центр «Смена» – это, естественно, не единственная площадка, которая является площадкой для трудоустройства наших вожатых. Но мне кажется, что после сегодняшнего посещения участников проекта «Кубанская школа вожатых» для них эта площадка будет единственная. И в конкуренции «Смена», наверное, победила все остальные площадки, которые тоже имеют сегодня свое место в проекте «Кубанская школа вожатых». Начальники лагерей спортсмены и профисмена Юрий Сазонов и Александр Баканов рассказали о тематических профильных сменах летнего сезона 2016 и ответили на все вопросы гостей. В завершении встречи волонтеры вручили гостям фирменные футболки вожатой «Смены». Очень круто. Впечатления вообще отличные. Я не первый раз в «Смене», но до этого я была как участник. А здесь совсем по-другому, совсем другое восприятие. То есть я была пару лет назад, последний раз, и совершенно такая новая территория. И то есть о том, о чем говорили, о развитии, которое планируется в этом лагере, оно происходит. То есть, значит, это развивающее место, значит, здесь стоит работать. Для меня это как ностальгия. Я приехала сюда. У меня с самого детства была мечта именно попасть в «Смену». И поэтому мой центр, вот куда я хотела попасть, это главная смена. Я бы спас мир, накормил животных, помог бездомным. О добре не надо говорить, его надо делать. Добровольцы экологического направления Всероссийского фестиваля «Добра» помогают решить глобальную проблему загрязнения окружающей среды. Они участвуют в акции «Чистый берег». Целью акции является пропаганда бережного отношения к природе и улучшение экологической обстановки на прибрежной территории Черного моря. Эти акции нужны, чтобы всегда был чистый пляж, всегда просто была чистая природа, чтобы другие люди смотрели, могли отдыхать, чтобы другим нравилось. Я хочу, чтобы наша окружающая среда стала более чище, чтобы люди посмотрели и осознали, что не нужно засолять. За два часа сменовцы убрали весь мусор с прибрежной территории Всероссийского детского центра «Смена». Добровольцы признаются, очищать окружающий мир – это долг каждого человека. Это будет всегда напоминать нам о том, что мы в ответе за нашу окружающую среду, в которой находимся, без которой наша жизнь просто невозможна. Что мы не должны нигде мусорить, загрязнять природу. Зарядки по утрам, здоровое питание, тренировки и всегда хорошее настроение. Интересно, а этого хватит, чтобы стать спортивным волонтером? Как должен выглядеть спортивный волонтер? Какие самые главные качества необходимо в себе воспитать? Ответы на эти и другие вопросы узнают участники направления «Эвент-волонтерство» на тренинге. Руководитель волонтерского отряда «Дозор» Лейла Панина приехала в смену, чтобы поделиться опытом с участниками Всероссийского фестиваля «Добра». Какая основная цель волонтера? Говорить. О чем? Помогать людям. Гостя предлагает сменовцам перечислить главные качества волонтера. На примерах из личной практики объясняет, насколько эти качества важны. Первое ключевое правило для каждого волонтера – уважительное отношение к любому человеку. Волонтер – это лицо самого мероприятия. Волонтер должен проявить себя с самой лучшей стороны, то есть проявить уважение. Даже если вам хамят или на вас орут, или вас куда-то выгнали, вы должны просто с улыбкой пройти дальше. Потому что это уважение. Уважение не только к людям, но и уважение к себе. Не сорваться и держать себя в руках. С трудностями в любой ситуации поможет справиться самообладание. Самообладание важно, чтобы быть стрессоустойчивым, быть более спокойным, чтобы его ничто не доставало, чтобы он всегда улыбался и чтобы его никогда ничего не волновало. Еще два важных качества у волонтера-добровольца – вовлеченность и, конечно, исполнительность. Я просто уверена, что вовлеченность – это одно из самых важных качеств для волонтера. Потому что именно вовлеченность здесь мотивирует нас продолжать свою деятельность, не отказываться, помогать людям. Исполнительность – это качество личности, которое проявляется как готовность честно выполнять свою работу или порученную функцию. Волонтер должен уметь работать в команде, оказывать помощь, просить о помощи и принимать помощь, говорит Лейла Панина. Когда мы воспитываем детей, мы воспитываем наше будущее. И если мы хотим, чтобы в будущем мы не остались одни, то такие смены нужно проводить обязательно. Потому что наши дети, к сожалению, растут в обстановке, где мало добра, мало взаимопомощи. И только так мы можем им это привить. Здесь воздух свеж и чист. И красота кругом. Это удивительное место. И можжевельник здесь растет реликтовый. Ты еще не был в заповеднике Утриш? Тогда тебе в смену. Маленькая, шустрая, за хвост не поймаешь. Родилась в воде, а живет на суше. Участники направления «Экологическое волонтерство» отгадывают загадки про жителей заповедника Утриш. Сотни редких видов, занесенных в Красную книгу, ближайшие соседи Всероссийского детского центра «Смена». Сотрудники заповедника знакомят сменовцев с особенностями флоры и фауны природоохранной территории. Государственный природный заповедник Утриш расположен на юге России, в Краснодарском крае. Его территория охватывает более 9 тысяч гектаров и почти 800 гектаров морской акватории. Юные волонтеры и экологи демонстрируют свои познания в биологии, разбившись на команды. Кроссворд и мозаика. Победителей ждут награды – призы с символикой заповедника Утриш. На этом знакомство с кубанской природой не заканчивается. Один из экопроектов – очистка побережья и близлежащих территорий смены от мусора. Дышать свободнее, когда ничего мусора этого нет. Безумно нравится ландшафт здесь, воздух, нет этих дорог, всего вот этого вот прочего дыма, ненужных веществ. Мы надеемся, что они не только увидят эти растения и, может быть, и немного животных, насекомые, птички уже летают, но и помогут нам немножечко убрать мусора, который вот скопился за это время. Здесь нельзя разводить костры и ломать ветки. Здесь живет сапсан – самая быстрая птица на планете, самый высокий статус охраны среди природоохранных территорий. Мы в заповеднике Утриш. Заповедник размером более 9 тысяч гектаров назван ключевой орнитологической территорией России. Попасть сюда можно, лишь получив специальное разрешение. Группа сменовских эко-добровольцев здесь с важной миссией. Они собирают мусор в районе экологической тропы Савина-щель. Это очень важно, ведь природа для нас все. Не было бы природы, не было бы и нас. Мне очень понравилось, честно. Я получил большую зарядку позитивную, а помимо этого я прошелся, подышал свежим воздухом, увидел много красивого. Мне понравилась река, мы сделали много хороших фотографий. Юные волонтеры знакомятся с окружающей природой. Сотрудники заповедника показывают оленьи следы, редкие растения и насекомых. В настоящее время очень важно быть экологическим волонтером, потому что это сейчас важная проблема. И в этом заповеднике так красиво, что хочется спасать побольше таких мест, чтобы мы могли любоваться на все это. Мусору не место в заповедной зоне. Самых активных помощников посвящают друзья заповедника. Здесь им всегда рады. Конечно же, дети, особенно дети, приезжающие отдыхать в смену со всех регионов России, они вип-гости в нашем заповеднике. О, нравы! О, люди! Всем только одежду с брендами подавай. А вот я знаю девушек, которые даже из газеты сделают потрясающий наряд. Не верите? Приходите знакомиться. Посадить дерево, спасти птиц, сделать новую вещь историчного сырья. Все в ваших руках. Так говорят участникам экологического направления Всероссийского фестиваля добра педагоги из эколого-биологических центров Краснодара и Крымска. Они рассказывают, чем занимается центр, показывают презентацию «Спеши делать добро». Цель у нас одна – это научить ребят тому, что наша планета очень хрупкая, ее надо сохранять и научить ребят делать добрые дела просто так, показать им, что людей, которые хотят бескорыстно помогать природе, очень много. Можно ли сделать платье из картона, ниток, газеты и бумаги? Ответ – можно. Это доказывают участники станции «Юных натуралистов» города Славинск на Кубани. Для сменовцев показывают дефилен. Мы приехали в смену, чтобы показать экологические наряды, как мы их делаем вообще, как изготавливаем. Например, ее костюм сделан из газет, вот бумага, вязанная крючком. Пакеты. Кань, тут пакеты, да. Экологическая тропа по смене. Восемь команд участников экологического направления Всероссийского фестиваля добра проходят квест. Восемь островов на каждом задании. Какие экологические катастрофы могут произойти в будущем? Как построить эко-дом? Участники отвечают на важные вопросы, рисуют эмблему команды и даже решают проблему экологического бедствия. Я призываю к тому, чтобы наше будущее поколение было здорово, и чтобы мы сажали деревья, и чтобы воздух был чистый, и город тоже был чистый. Мы призываем вас сохранять природу, сажать деревья и сохранять планету. Окружающий мир. А какое доброе дело сделал ты? Оглянись, вокруг много людей, кому нужна твоя помощь. Мы вместе! Доброе сердце. Такое название носит акция, в которой приняли участие волонтеры донорского направления, организаторы, студенты Краснодарского педагогического колледжа. Они презентовали свой проект «Капля крови» и призвали юных добровольцев помогать донорскому движению России. Главная цель мероприятия – приобщить как можно больше молодежи к пропаганде сдачи донорской крови. Мы провели с краснодарскими волонтерами акцию, направленную на популяризацию донорства в России. Мы говорили об актуальности донорства. Мы решали вместе с группами вопросы, связанные с темой донорства. Также мы изготовили клевые сердечки из бумаги и провели массовый флешмоб. Они очень отзывчивые, они яркие, они очень с ними было интересно. Ярко проводить данный тренинг, занятия. Они были веселыми, они абсолютно открыто все показывали, откликались на все наши просьбы. Они были в этом заинтересованы, что очень сильно нам понравилось и прям приятно. Как помочь людям в трудной жизненной ситуации? Ответ на этот вопрос знают социальные волонтеры. Ученики Краснодарского педколледжа разработали и реализовали на практике не один социальный проект. Студенты рассказали участникам Всероссийского фестиваля «Добра» о работе с тяжелобольными людьми, трудными подростками. Предложили сменовцам попробовать себя в подготовке добрых дел. Юные волонтеры разбились на команды и всего за 10 минут подготовили, а затем и презентовали свои проекты. Темы самые разные. Проблема подросткового курения, пропаганда спорта, команда образования. Вот такие форумы, вот такие слеты ребят, такие смены, они необходимы, потому как они, помимо того, что дети знакомятся друг с другом, они дарят добрые дела, знакомят друг друга с теми добрыми делами, которые они делают. Тем самым они мотивируют друг друга. Наши студенты проходят активно практику в качестве вожатых на разных сменах тематических. Но в рамках фестиваля «Добра» мы приехали сюда с мастер-классами. В завершение встречи социальные волонтеры поздравили гостей и участников других направлений с Международным Днем Танца. В честь праздника юные добровольцы подготовили танцевальный флешмоб. А ты записался в добровольцы? Открытие образовательного форума «Карта добра в смене» – это событие для молодежи. Друзья мои, это официальное открытие форума «Карта добра». Ваши аплодисменты! Более 13 тысяч добрых дел на территории 80 субъектов Российской Федерации. Школьники и молодежь со всей страны делают добрые дела и передают эстафету своим одноклассникам, друзьям и знакомым. Самые активные подростки прошли заочные этапы, получили возможность участвовать в форуме «Карта добра» во Всероссийском детском центре смена. Что такое «Карта добра» сегодня? Это представители, которые приехали сегодня в смену из 16 регионов России. Чтобы попасть сюда, они прошли через жесткое сито отбора. Сюда попали только лучшие представители со всей России. Программа состоит из двух модулей. Образовательный модуль включает в себя занятия, 10 зачетов и 6 экзаменов по разным дисциплинам. У каждого волонтера есть специальная зачетная книжка. По итогам недельной работы форума лучшие участники получат гранты на реализацию своих проектов. Я хочу защитить свой проект, который привезла из города Казани и надеюсь получить здесь микрогрант. И, конечно же, я хочу получить много эмоций, впечатлений и получить новый опыт волонтерской деятельности. Участники форума не только добрые, но и креативные. Оригинальные визитные карточки кураторов и творческие выступления отрядов. Уже в первые два дня юные волонтеры успели поучаствовать в добровольческих проектах, продемонстрировать на сцене таланты и получить массу положительных эмоций. Когда мы приехали сюда, мы поняли, что здесь потрясающая атмосфера. Столько людей, море эмоций. Очень хорошо. Здесь великолепно. Мне очень понравился сегодняшний день. Он был ярким, незабываемым. Много эмоций ярких. Спасибо! Эффективность складывается из того, что мы делаем нужные вещи, ну, за нужное отведенное количество людей. Основы эффективного управления – проектный менеджмент и тайм-менеджмент. На образовательной программе «Карта добра» проходит подготовка к защите проектов. Как выпить память, развить силу воли и скорочтение – сменовцы узнают на лекции «Основы эффективного управления». Мы учимся взаимодействовать с людьми, проводить всякие разные акции, проекты, создавать свои собственные. Что могло как бы поспособствовать развитию волонтерства в наших регионах и в наших городах. Контролировать время выполнения поставленной цели, следить за распорядком дня – сменовцы изучают тайм-менеджмент. На тайм-менеджменте я научилась действительно свое время разрабатывать. То есть, в какие-то минуты я делаю то-то, в какие-то минуты я делаю то-то. Здесь у меня неправильно, здесь я должна поменять свое время. И это действительно должно помочь. Смарт – это метод определения цели. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная и ограниченная во времени. Так волонтеры готовят проекты, выбирают проблему и методы ее решения. За самый перспективный проект участники смены карты добра получат грант на реализацию идеи в своем городе. Мы подготовили с кураторами и с ребятами, выбрали самые важные лекции, мероприятия, для того, чтобы они смогли спокойно приехать на места после нас и сделать на раз, два, три. И у них и акция, и их проект долгосрочные, чтобы не только развивались на их местах, на регионах, в поселках и городах, но и, дай бог, по всей России. Я не знаю, какие пионеры были раньше, а они у нас зеленые и занимаются экологией планеты. Что будет с человечеством через 30 лет, если люди не научатся беречь природу? Как превратить старую одежду в утеплитель для домов? Участники направления эко-добровольчества задумались над решением проблем экологической безопасности. Мне кажется, это самая главная часть нашей жизни, потому что, если не будет эко-волонтеров, то не будет здоровья настоящего, крепкого. Четыре проекта, сочетающих в себе патриотизм, забота об окружающей среде и новые технологии. Глава судейской коллегии, председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков отметил проект Антонины Чекмаревой по разделению бытовых отходов. Волнение какое-то, страх какой-то есть, будто бы, не знаю, неожиданно. Я думала, это актуально, но при этом в 2014 году Гринпис России уже принял закон о таком, но не начал продвигать до конца. Я думаю, ну не будет интересно это никому. Посмотрят, скажут, молодец. А тут взяли и мне разрешили осуществлять это. Для меня это как-то переполняет эмоции мои очень сильно. Очень важно, что есть единомышленники, да? Да. Потому что вместе мы можем сделать воистину Россию зеленой. Да. Зеленая зорница. Такую игру провели представители экологического движения «Зеленая Россия» для участников Всероссийского фестиваля добра. Три этапа зорницы. Игра «Экомозг» участники отвечали на экологические вопросы. Второй этап – квест. Решить проблему водопровода, отыскать батарейки, отсортировать мусор, лабиринт и сетка. Такие задания экологического квеста. Зеленая зорница – это возрождение наших старых добрых традиций. А это ровно то, что оторвет их от этих гаджетов, заставит их подвигаться, заставит их ощутить командный дух, проявить смекалку, проявить какую-то сообразительность, силу, выносливость, ловкость. И в конце концов они получают все от этой игры огромное удовольствие. Зеленый пионер – защитник природы. Жители города добра посвятили в зеленые пионеры. Теперь в России на 500 защитников природы больше. Третий этап зеленой зорницы – подведение итогов. Победителями стала команда земляне. Капитан команды Алим Петренко отмечает, за время игры сменовцы очень сплотились. Сегодняшний день показал, насколько мы можем слаженно работать, как мы можем слушать друг друга, можем ли мы общаться с друг другом. Лес победы будет в смене. Жители города добра посадили деревья в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Зеленая Россия и ВДЦ «Смена» будут сотрудничать. Председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков и заместитель директора ВДЦ «Смена» Валерий Грицай подписали соглашение о сотрудничестве. Я уверен в том, что ребята, которые приезжают со всей страны в этот замечательный детский образовательный лагерь «Смена», они станут носителями экологической культуры. Какой опыт добровольческой деятельности есть у тебя? В смене есть возможность рассказать и поделиться информацией со своими друзьями. Возможно ли в 16 лет стать дизайнером, педагогом или администратором салона красоты? Да, и это доказывают руководители Краснодарского педколледжа на примере 10 лучших молодежных проектов в Кубани. Профориентационная работа с молодежью – основная сфера деятельности Всероссийского детского центра «Смена». Сегодня участники направления «Эвент Добровольчество» узнают о чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills «Россия». Среди сменовцев есть волонтеры, которые работали на мероприятиях чемпионата. Они рассказывают о впечатлениях и делятся опытом с начинающими «Эвент-волонтерами». 27 компетенций, 27 профессий, и из каждой делегации каждый рассматривал себе уже будущую профессию. Команда из 30 юных волонтеров чемпионата получила путевки на Всероссийский фестиваль «Добра» за хорошую работу. На WorldSkills мы приезжали делегации, и мы были их ушами и глазами. Они ничего не знали в данном выставочном центре, и мы им должны были все показать. То есть они нам доверяли, и мы должны были себя чувствовать уверенно. Вот главное – это чувствовать себя уверенно и ничего не бояться. Какие профессии важны для ВДЦ «Смена»? Юные добровольцы разбились на команды. Каждая группа придумала символ, характеристику и выбрала наиболее важные навыки заданной профессии. Мы заполняем карточку профессий «Эвент-смена». Наше название профессии мы выбрали профессию «Игромастер». Сейчас мы сделали вот такую эмблему, то есть это эмблема нашей «Игромастер». То есть сейчас мы должны подобрать характеристики основных функций профессии. Для чего она нужна эта профессия? Для чего она нужна? На презентации работ молодые волонтеры доказывают – все профессии важны. Наши прадеды отдали жизнь за мирное небо над нашей головой. Мы всегда будем помнить героев. 71 год назад закончилась страшная война. Совсем немного осталось ее очевидцев. Чтобы почтить память героев, сегодня сменовцы участвуют в патриотической акции. Каждый из нас на своем месте должен делать реальные дела во благо Отечества. Чтобы наша Родина оставалась сильной державой. За это сражались и погибали наши деды и прадеды. В нашей стране есть много разных праздников. Мы осознаем их значимость и важность. Уважаем и чтим. Но День Победы, который собрал нас сегодня, мы выделяем из всех потому, что не было в истории человечества более судьбоносного и трагического события, чем Вторая мировая война. И можно безо всякого преувеличения сказать, что ее исход решался именно в те четыре года, которые мы называем Великой Отечественной войной. Надо помнить то, что было раньше, не забывать историю. Если забудется все, то, мне кажется, не будет продолжения, не будет истории, не будет молодежи, которая сейчас здесь. Человек, не знающий своего прошлого, не будет знать свое будущее. Я считаю, что в нынешнее время нужно наоборот участить уроки патриотизма, но как-то это прям урок внести в школах. Хочется, чтобы вот такие мероприятия, такие традиции переходили из поколения в поколение, чтобы для ребят это становилось хорошей традицией, чтобы они чувствовали гордость за свою страну и всегда помнили, кто для них совершил подвиг в 1945 году. Это было потрясающее зрелище. Красота, спорт, здесь все рядом. Чемпионат и первенство Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа по Чернигингу прошел смене. Всероссийский детский центр смены, площадка чемпионата и первенство Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа по Чернигингу участвуют команды из шести регионов страны. Открытие соревнований начинается с парада. После приветственное слово судейской коллегии. Черниг-лидеры соревнуются по нескольким дисциплинам. Чир, черданс, фристайлы, чермикс, групповые станты и групповые станты-микс. Смена традиционно принимает самые интересные события. Море, солнце, прекрасный центр, прекрасный персонал, прекрасная атмосфера. То есть, что еще нужно только, чтобы отдыхать и параллельно соревноваться. Самые маленькие участники дошкольного возраста, самые взрослые студенты высших учебных заведений. Мы очень волновались, но нам очень понравилось, хотя мы могли выступить лучше. В каждой дисциплине три призовых места, победителям медали и грамоты. Участники соревнований команда «Гранд» из города Ростов-на-Дону выиграла приз, переходящий кубок чемпионата Юга России по чердлидингу в дисциплине «Чирмикс». Мы очень сильно старались. Программа на самом деле очень тяжелая, но мы действительно, да, у нас каждый день были тренировки. Мы тренировались по 6-7 часов в день. И можно сказать, то, чего мы добились сейчас, потому что мы одна большая семья, а не просто команда. Попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию, стать самым востребованным баскетболистом, Гость Всероссийского детского центра «Смена», 9-кратный чемпион мира по баскетболу, Игорь Куделин рассказал, как это сделать и ответил на вопросы сменовцев. Когда я первый раз стал чемпионом России, сезон 91-92 года, конечно, эмоции переполняли. Игорь Куделин провел мастер-класс специально для сменовцев. Основная стойка баскетболиста – уход от противника и техника передвижения. Самые активные участники Всероссийского фестиваля «Добра» смогли выучить профессиональные приемы от чемпиона. Участник Всероссийского фестиваля «Добра» Камиль Рамазанов занимается баскетболом. Встреча для него имеет особое значение. Я радуюсь, когда моя команда побеждает. Это для меня очень эмоции. Мы ездим на соревнования, побеждаем. Последний раз мы выиграли регион. Это очень радует. Главной целью своего приезда гость считает привлечение молодежи к занятию спортом. Внести баскетбол в массы подрастающему поколению. Тем более, что мы будем работать здесь летом совместно с Российской Федерацией баскетбола, совместно с Всероссийским центром «Смена». Опять же, баскетбол в массы. Все в баскетбольный отверг. На этом наш выпуск подошел к концу. Совершайте добрые дела. Берегите себя и своих близких. С вами был я, добрый человек, Олим Петренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова